Здравствуйте! В эфире программа «Поэзия судьбы». Я ее автор-ведущий Евгений Панасенков. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что не я рассказываю о какой-то выдающейся личности в третьем лице, а наоборот, сама эта личность у нас в гостях и будет говорить за себя. И я невероятно по-настоящему искренне рад вам представить Льва Прыгунова. Льва Прыгунова Итак, здравствуйте! Я вас приветствую! Я хочу сказать, что действительно есть у журналистов такая мода, давняя мода, и даже для нашей страны давняя мода, чтобы представлять несколько точек зрения на одну и ту же вещь, сентенцию, причем даже те точки зрения, которые не то что заведомо ложны, а они опасны, может быть, даже просто идиотичны, как угодно. Но главное, чтобы было представлено несколько точек зрения. Поскольку я по одной профессии историк, закончил НГУ, по другой режиссер, я не журналист, ничего в этом не понимаю, и много чего не люблю, ни журналистских штампов, ни журналистских подходов. Поэтому вот моя глубокая уверенность, и как историка, и как режиссера, и как гражданина, в том, что тот режим, который был власти над одной шестой части суши в течение 70 лет, это один из самых страшных режимов мировой истории. И благодаря тому, что вот с нашим сегодняшним гостем я в таких добрых отношениях уже не первый год, я знаю, что он, как никто другой, поскольку он в это время жил, творил, знал все нюансы, все аспекты совершенно разных, так сказать, социальных слоев и общественных организаций. — Я хотел сказать, что хорошее было время, между прочим. — Хорошее, да? — Молодость. — Молодость. — Да, замечательно. — Ну так это вот, как бы отделить нам тему молодость от комсомола? — Вот самое главное, к несчастью, ко всеобщему несчастью российского народа, они путают свою юность и соединяют ее с советским строем. Когда они ни хрена не слышали, не видели, они были слепые, они были слепо-глухо-немые калеки. Вот это, вот я могу только сказать про советских людей, это слепо-глухо-немые калеки, которые чуть-чуть, если кто прозревал, так тут же куда-то там или исчезал, либо куда-то далеко отъезжал, в общем. И вот это самая большая беда, потому что помнят только хорошее. Я знаю очень много людей, которые сидели в сталинских лагерях и абсолютно искренне говорили, что это было самое лучшее время в моей жизни. — А как объяснить этот психологический парадокс? — А психологический очень просто объяснить, потому что они были тогда молоды, и 20 лет, проведенных в лагере во время молодости. Ну, как человек, если человек родился в тюрьме, он не понимает, что это тюрьма. Это единственный вариант жизни для него. — Абсолютно. Это единственный вариант жизни. Первое. Второе. Он никогда ни с чем не сравнивает. И только поэтому, только поэтому самым страшным... Ведь катастрофа Советского Союза началась с победы над Германией. — Это правда. — Это катастрофа Советского строя началась с победы над Германией. Потому что в 45-м году, когда стали возвращаться солдаты, офицеры, нагруженные там офицеры, там генералы вагоны везли. — Вагоны, да. — Вашили поезда. — Тот же Жуков. — Да. Офицеры, значит, везли там грузовики. — Виллисы, машины, все что угодно. — Да. Насмотрелись, насмотрелись по чистоту, на порядок, после бомбежек даже. — Да. И вдруг, да, они же были, они же прошли Польшу, они прошли... — А архитектуру посмотрели, магазины посмотрели. — Да, посмотрели все. Они все увидели. А мало того, что еще Сталин сделал одну фантастическую, замечательную вещь сделал, которую он пропустил при всей его такой... — Монструозной хитрости. — Монструозной хитрости, да. Макеавейлевской хитрости. Он от жадности стал показывать фильмы, взятые в качестве трофеев. — Трофеев. Это страшная вещь была, да. — И это было не страшно, это было фантастично. — Такая красота. — Это был взрыв. Я вот... Есть люди, там есть шестидесятники, да? Я шестидесятник. Но каждый шестидесятник, это совершенно... Были разные... Были шестидесятники-ленинцы. Я знаю массу людей, которые до сих пор... Ну, Вознесенские. — Уберите Ленина! Он делал Павла с денег. — С денег. — Мы входим... — Потому что... Нет. Так значение его велико, да? — Или мы входим в мавзолей, как в кабинет рентгеновский. И Ленин, как рентген, просвечивает нас. Это же... Байрон подулом пистолета не напишет. — Самый фантастический лозунг был. Самый фантастический. Который за гранью. Это вообще... Никого в голову вообще не приходит задуматься об этом. Во время похорон Ленина. И долго кадр документальный стоит на лозунге, где написано «Могила Ленина – колыбель человечества». — Кошмар! — Это грандиозно. — Кошмар! — Могила Ленина – это колыбель России. Это колыбель современной России. — Кошмар! Это, кстати, правда. — Это правда. — Это, к сожалению, правда. — Антропологическая правда. — Это во всех смыслах. Это чудовищное. Это такая фантастическая насмешка сатаны над вот этим. Почему Булгакова? Сатана, он добрее советского строго. — Конечно, конечно. — Даже сатана. — Он просто удивился, как возможно. — Какой степень ему. — Конкуренты, конкуренты. — Но какие конкуренты? Они чудовище по сравнению с ним. — Нет, но сатана – это такое романтическое, с плащом. — Демон. — Демон, да. И здесь абсолютные дикари от Сахи. — Короче, вот это вот самая чудовищная вещь, которая происходит в сознании людей. Но ведь, опять, никто внимательно не читает таких людей, как Платонов, например. — В школьной программе есть 20 лет больше уже. — Да кто угодно, кого угодно. От Довлатова до Платонова, Шаламова, кого угодно. — Я говорю про Платонова, который написал в свое время вот эти Челенгур. — Челенгур, да. — Челенгур, да. — Котлован, все. — Котлован, Челенгур. Это фантастическое, совершенно философское. — Нет, нет, нет. Это абсолютная реальность безумия большевиков. Просто абсолютного безумия. — Это антропология такой. Он показал, как это работает. — Просто безумие, да. Вот. И когда… Ну, что делать? У меня была такая интуитивная… Я занимался очень много восточными всякими делами. У меня была интуитивная идея, которая прошла от моей абсолютной веры в реинкарнацию. Потому что я абсолютно верю, что каждый человек жил уже, может быть, тысячи, может быть, миллионы раз и еще будет жить вечно. И это проклятие уже… То, что на Земле существует конечное число людей, конечное, все равно, его, может быть, трудно перечислить, но все равно конечное, это уже говорит либо о проклятии, либо о невероятном совершенно выборе, да, об избранничестве. Это либо избранничество, либо проклятие. Может быть, одно и то же. Может быть, и то и другое. — Может быть, это одно другому не просмотреть. — Абсолютно, абсолютно. Ну вот, что удивительно. А когда-то мне давным-давно попалась фраза из «Веданты», что столько-то тысяч лет назад произошло разделение каст, и брахманы, каста жрецов, остались на востоке. Кшатри – это каста воинов, поднялись в горы. Вайщи – это каста купцов и ремесленников, пошли на запад. А шудры… — Шудры. — А шудры. Шудры – гениальное слово. — Шудра. — Шудра. — Очень по-русски вообще. — Нет, у нас еще чернь – замечательное слово. — Да, да, да. — Чернь, шудра, рабишки, рабы. Вот. А шудры пошли на север, где никто, ни один нормальный человек тогда выжить не мог. Но шудры… — Но шудры приспособились. — Нет, они ушли от того, чтобы никто им не тыкал, что они шудры. — Что они шудры, да. — Они ушли. — Их и тщеславие среди, да, как-то. — Да, да. И вот от этого появились удивительные… Мы все потомки шудр. — Потому что… Ну, меня всегда поражает, что гениальный человек, один из самых великих людей России, Антон Павлович Чехов, по капле выдавливал из себя шудру. — Это, кстати, большой для меня всегда такой парадокс. Действительно, если… Ну, хорошо, если не просто выдавливать из себя раба, а выдавливать по капле, можно ли успеть? — Можно. — Можно успеть? — Можно успеть. Потому что по той же доктрине ведант шудра никогда не может перейти в другую касту, пока он не поймет, что он шудра, и пока он не будет выдавливать из себя шудра. — Вот, кстати говоря, вот этот момент очень важный. Действительно, пока человек сам не сформулирует, себе не признает, ведь мы же никто не хотим признаваться. — В Германии был Нюрнберг. У нас нет, и мы не позволяем. Мы, наоборот, это героизируем. — Да, потому что мы шудры, повторяем. — Совершенно точно. И это как проклятие. — Шудра, знаете, были такие… Вот такая среди преступников есть такое понятие «глухая несознанка». Глухая несознанка. Что? Ты сейчас сказал, сказал. Я сказал, я не сказал, сказал. — Я не сказал, сказал. Я сказал, я не сказал. Вот, мгновенно, на глазах у всех, он при всех, он может сказать тут же, мгновенно. Этого не было. — Вот. От этого страшное… Вот у нас вообще сейчас какой-то бред происходит. Просто бред. — Нет, у нас не бред, у нас героизация преступления происходит. — Ну, это само собой. Это само собой. Но происходит такая вещь, что государство взяло на вооружение, взяло лжесвидетельство. — Да, это правда. — Вот это лжесвидетельство из всех, там, семи или десяти смертных грехов, лжесвидетельство — это самый страшный. Самый страшный грехов, потому что он в десять раз страшнее убийства, потому что ты убиваешь тело, но душа остается. — И, кроме того, повторяется для других поколений лжесвидетельство. — А лжесвидетельство, которое, ну, когда берут человека, которого надо куда-то, и находят лжесвидетель, и говорят, да, вот он изнасиловал свою четырехлетнюю дочку. — Что? Как ему жить после этого? Вообще как? И один, второй, третий, и все клянутся на это, и никому не приходят. — А когда еще лжесвидетельство другое, когда он изнасиловал действительно, там, 50 миллионов замучил, а приводят свидетели, говорят, а он святой. — Да, он святой, да. — Это еще страшнее. Потому что тогда это оправдание, значит, можно. — Абсолютно. — Нужно. — И нужно, более того. — Нужно. — И вот, да, я как раз хотел попросить, что я был на презентации вот этого замечательного сборника, потому что, как я правильно сказал, наш сегодняшний гость Лев Прыгунов, он еще не просто Ален Делон советского экрана, да? — Я умоляю вас. — Просто Лев Прыгунов советского экрана, но он еще и поэт, и поэтому я попрошу процитировать самого себя. — Я хочу прочитать вот эту самую длинность, коротенькая поэмка такая, но она называется «Империя Шудр». — Мы не знаем даже, что вы подразумеваете под этим. — Да, мы ничего не знаем. — Никто ничего не знает. — И никто ничего не знает. — Я сам ничего не знает. — И он сам ничего не знает. — Единственное, что меня могут обвинять в русофобии или еще, в общем, фантастика большего патриота России, чем я, ну, вот не сыщите, не найдете. Это самое удивительное, что это фантастическая, великая страна, великие люди, несмотря на то, что половина из них, 90% Шудр, все равно смышленый раб. — Смышленый. — Это потрясающе, это гениально. Когда я приехал в Америку, и был там, меня поразило, что американцы вот такие вот. — Why? Really? What? — Вот такие вот у него тупые глаза. — Я смотрю, а едешь в трон, едешь в трон, и вдруг негр стоит такой, и хит. — По-русски так, по-русски. Негр по-русски, это хорошо. — Фантастик, фантастик, абсолютно смотрит, и он все сечет, все, он это понимает. — У него живые глаза. — Слушай, я понимаю, что он живой, но у него это же, он сечет уже и в Париже, и в Лондоне. — Послушай, послушай, неважно. Я не про это говорю. — Ну да. — Когда я видел негров вокруг пивного ларька, я думал, боже мой, ну в Ленинграде у пивного ларька покрась всех в черный цвет. — И будет абсолютно то же самое. — У них нет возраста. Они все дети. Вот еще одна беда России. Не России, постсоветской России. Советской и постсоветской России. — И постсоветской, да. — Трагедия. Нет взрослых людей. — Нету, да. — У Толстого есть замечательная запись в дневнике «Я старик, мне уже 23 года, и я ничего еще не сделал». — Не сделал, да. — И он без всякого, он абсолютно искренний, потому что рядом с ним были генералы 25 лет. — Да, 25 лет генералы были, да. — И были взрослые люди, были люди, которые отвечали за район, за город, за все. Понятие чести после императрицы Екатерины II, извините, это было самое начало 19 века, сколько дуэлистов. — Да, ну весь, да, весь 19 век. — Весь конец 18 века и весь 19 век. Это была честь, офицерская честь была превыше всего вообще. — Все-таки репутация. Понятие репутации СССР выкинули полностью. — Ладно, короче, я позволю себе. — Да, мы читаем стихотворение, которое я не знаю, никогда не слышал, и сейчас даже не знаю, не слушаю. — Когда, вот, как это называется, эпиграф, да? — Эпиграф. — Когда произошло разделение каст, брахманы остались на востоке, к шатрии поднялись в горы, ваиши ушли на запад, а шудры пошли на сеть. Второе. Мы малодушны, мы коварны, бесстыдны, злы, неблагодарны, мы сердцем хладные скопцы, клеветники, рабы, глупцы гнездятся клубом в нас пороки. Это Александр Сергеевич Пушкин, поэт и толпа. И следующий. Не татары выучили наших предков стеснять свободу и человечество в холопском состоянии, торговать людьми, брать законные взятки в судах, что некоторые называют азиатским обыкновением. Мы все это видели у славян и россиян гораздо прежде. Это, извините меня, Николай Михайлович Карамзин. Уж даже такой певец самодержавия и русскости. Да, да, да. Не, но если Владимир святой у нас, вы знаете, спокойно убил братьев, взял в наложницу себе беременную жену, нормально. Не будем так далеко уходить, потому что... У нас свои есть. Тундра, тайга, болото, овраг, сиренний рис, карма, мрак. Талин Дрома. Да, да. Тайга на окраине, хаос в столице, тайга, как в зеркале в сорной траве, льды и пустыни по всей границе. Хаос в душе, тайга в голове, наше сознание смеется над нами. Раб, господин над своими рабами, что не случись всегда-то мы правы. Таковы счастливые рабские нравы. Брахманы осели там, на востоке, к шатрии полезли на джамалунгмы, вайши от Европы в полном восторге. Заняли лучшие ниши и лунги. Ну а шудры? Шудры рванули на север, где мошка, медведи, выдры и тундры. Ели рыбу, грибы, били всякого зверя. Мечтали забыть, что они шудры. История, как у всех, хищная, бурная. Оттяпали часть необитаемой суши. Предел оскорбления? Ты не культурный. Хотя от мата родимого вянут уши. Воевать не умели, только за дидоскопом. Бусурман презирали, снося унижения. Голод, морозы, пожары, болота. Их оружие массового уничтожения. Зато умирать готовили с детства. Телами затыкали прорехи и дыры. Так с себя снимали ответственность шудры, маршалы и командиры. А со временем стали обычной чернею. Выбивались в вельможи благородных пород. В них пороки гнездятся клубом, как черви. А они присвоили имя народ. Захватили власть, придумали лозунги. А тех, кто выдавливал из себя раба, Секли статьями, шампалами и розгами. Объявляли безумцами или поборниками врага. И тут хоть молись, рыдай и кричи. Шудры, врожденные палачи. Правды не любят, за правду судят. Ноздри рвут и корежат жизни. Лгут, уже свидетельствуют. Их не убудет. И ворует все, что внутри извне. А сколько своих же за гением гения Губили из поколения в поколение, Чтоб после их смерти, впадая в раж, Бить себя в грудь. Это гений наш! В каждом селе у них истуканы Стоят напротив церквей. Стаканы все еще пользуются Огромным спросом. И каждый второй задается вопросом, Когда ж, наконец, произойдет Слияние коммунизма с капитализмом? У них сияние нимбов, великомучеников, Рядом со смрадом их же убийцы. И никаким парадом, Как тюлевой занавеской, Не скрыть могильник Вождей душегубов. Массовик-насильник, Кавказский затейник, Стрелок в тире, Самая кровавая шудра в мире. Отсюда триумф гробовой эстетики. Рабы не мы, мы не рабы, Дворцы, машины, Тычинки и пестики. У них все гробища, Гробики и гробы. Империя зла. Какая насмешка! В империях и зло должно быть имперским, А у них вся злоба лишь зависть решки К любому орлу. И каждый дерзкий мечтатель у них Враг и соперник. Будь он стопядий, Талантлив и мудр, Он как бельмо На глазу у черни Хамова племени империи шудр. Переродиться шудре в другую касту, Как говорится в древнейших сказках, Возможно, только поняв, что он раб. Но бьется он насмерть За светлое рабство, Защищая его от свобод и прав. Ненавидят и любят, Иступлен на неистово. В спорах доходят до топоров и ножей, Обожают кино. Измываясь над близкими, Рыдают над горем Махараджи и королей. Жадные, лихие, вероломные дети. Удивительно, как терпелив Саваоф. Он точно ждет, Когда же вы повзрослеете, Когда избавитесь от рабских оков. Но слава Богу! В конце тоннеля Сияет ясный нарастающий свет. Нынче людей Родится не менее, Чем шудр В горшке варящих обед. Я тоже всю жизнь, Как А.П. Чехов, По капле выдавливаю из себя раба. А вдруг посмертно добьюсь успехов И воплощусь в тибетского ламу Папа. Ну а что дальше? И есть ли выход? Пить? В монастырь усмирять плоть? После долгого вдоха Короткий выдох. Спаси нас, Господи! Жив Господь! Это поразительно, Потому что для меня все-таки, Как и для историка, И для режиссера, Очень странно слышать Настолько классно Сформулированные Абсолютно верные мысли Все-таки От актера. Тем более актера известного, Тем более актера красивого. Это редкость. Тем более, когда я узнал, Что этот актер еще выучил Английский язык, Когда, в общем, Это было не так уж Безопасно. Я учу китайский. Китайский учти? Очень своевременно. А что? А можно два слова Для наших телезрителей? Сейчас я... Господи! Я сейчас здесь. Я хочу говорить по-китайски Очень хорошо. Я думаю... Я хочу... 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 Ну, мы поняли. Очень понятно. Ну, мы поняли. А как... Сессия, спасибо. Сессия. 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 Потому что я когда... Пуси, пуси, не надо, не надо. Будьте спокойно. Что? Пуси, это значит... Ненормально. Нет, так когда в 2008-м был в Пекине, там на Олимпиаде галоконцерт делал русский. И вот я тоже запомнил там два слова. Ну, какое... У вас же прям действительно как китайское. Уже гортанное. Это класс. Нет, дело в том, что действительно в СССР... В СССР... В СССР ведь, как сказал... Последние створения еще хочу прочитать. Сейчас я одну раз расскажу про языки в СССР. У меня приятельница, у нее был муж торг-пред СССР во Франции, и она выучила французский язык, когда они там были, работали. И радостный в нашем посольстве одному из КГВшников говорит, знаете, я выучила французский язык, сейчас, наконец, могу вот читать что-то. Это зачем вы выучили? Все, что надо, уже перевели. Да, это точно. Да, и вот еще я хочу, потому что я очень люблю поэзию. У нас же поэзия судьбы. Вот у вас, пожалуйста, такая судьбоносная поэзия. Только, знаете, я хочу, чтобы вы прочитали что-нибудь такое ласковое, нежное по отношению к власти, к народу. Такая дивная власть. Такой дивный народ. Самый высокодуховный. Правильно? Нас все время, последние три года, предпоследние... Только последние три? Последние три года нас все время пробовали на Сталина. Вот пытались продавить Сталина. По-моему, продавили. Главное, нет, нет, само Сталина. Продавили другое. Продавили. Нет, нет, нет. Тут я тоже хочу поспорить, потому что... Так я, пожалуйста. Неважно. Я хочу поспорить вот о чем. Сейчас все так недовольны жизнью. Я очень доволен. Я прямо доволен. Так вот, слушайте. Вы ко мне пришли, я доволен. Так вот, слушайте. Вот, слушайте. Я вам говорю как историку, я говорю с полной ответственностью, что Россия за тысячу лет своего существования никогда не жила так хорошо, как она жила последние десять лет. Во всех смыслах. Во всех смыслах. Это выезд за границу, возвращение за границу. Никогда десять лет подряд Россия не была открыта. С Ивана Третьего. Иван Третьего закрыл. И молчите. Сейчас опять вы накаркаете. Нет, я не накаркаю. Я не накаркаю. Я не накаркаю. Им, слава Богу, Господь не дает идеологии новой. Нет, но они ищут, они стараются. Они достают из поганых болот тени, тени. Сейчас юбилей будет опять войны. У нас же всегда единственное, что у нас в местной экономике война. Вот сейчас победа по Бородину опять победили, а потом оставили Москву. По поводу Сталина, да? Ну, только нежное. Очень нежное. Скажут, скажут, что мы... Очень нежное. Нежное. Я хочу нежное что-нибудь. Нет, действительно... Очень нежное. Написано в день рождения Сталина. В день рождения Сталина. 21 декабря. 21 декабря. Да, он родился в день зимнего равноденствия. Равноденствия. Сонстояние, да? Да, сонстояние, да. Скоро, скоро ночи снова станут короче. А дни начнут прибавляться чуть не на мили. И все это будет сразу после дня рождения Джугашвили. Да, да. Ну, а к пятому марта, к дню инсульта его или инфаркта, Даже на Семере снег уже тает, А страна вся сияет и расцветает. Какой... Слава тебе, сосуд Джугашвили, Будем вечно верны мы твоей могиле, Пока совсем стариками не стали, Пока не прикончит нас новый Сталин. Слушайте, вы... Дальше. Я хочу сказать... Какой дальше после этого? Я послушаю, послушаю. У моего... Я могу говорить совершенно спокойно. Моего... Это вы можете. Друга Нобелевского лавриата Иосифа Бродского. Мы с ним, как говорит Рейн, вот принесло этой книги. Кстати, покажите книгу крупную. Вот как бы на себе... Давайте мы возьмем ее на себе. Я возьму на себя. Это книга прозы. Действительно, это вот недавно вышла книга прозы, которая посвящена как бы такой жизни хроники 60-х, 70-х годов. Это интереснейшее время. Сергей Иванович Чудаков и другие. Это был удивительный монстр московский. Очень хороший поэт. И... Ну, не об этом хочу сказать. Ну, о Бродском. Кстати, я забегу вперед, одно слово скажу. Ведь Бродский, там мистика цифр какая-то чисел. Потому что, насколько я знаю, когда в 89-м году вы поехали в Америку, жили у него три дня. Да. Нобелевская лекция издана 300 экземплярами. У вас 33-й экземпляр подписан. 39-й. 39-й, да? Да. Но все равно тройка. Да. 39-й год рождения, кстати говоря. Да, да, да. Хотя ничего не дашь, только отнимешь. Да. Ну, вот я хочу сказать, что у Бродского есть замечательная строчка, одна из моих любимых, говорит, что все наместники ворюги, но ворюгам не милее, чем кровопийцы. Чем кровопийцы. Так вот, на наше счастье, бывшим кровопийцам Господь не дает идеологии, чтобы они под эту идеологию могли спокойно уничтожать миллионы людей. Слушайте, эти люди, вы меня простите, но эти люди, они сами уничтожены. Чего их уничтожать? Они сами себя в таком состоянии держат в скотском. Это не важно. Это опять, я повторяю. Им же ничего уже не надо, чтобы воровать и убивать. Мы все смотрим на них, вместо того, чтобы смотреть на себя. Мы забыли, как мы жили в советское время. Мы забыли, в каком чудовищном дерьме мы существовали. Вот что. Да, люди очень быстро забывают и помнят только какие-то относительные, какие-то эфемерные вещи. И когда мы начинаем разбирать, вот недавно я говорил, когда мы по телефону общались. О, я сейчас прочитаю замечательный кусочек. Вот в этой книге есть... Почему это хроники? Потому что это письма, дневники, истории почти реальные. Вот, пожалуйста. 20-го, 8-го, 82-го года. Я много ездил по стране с концертами. Я здесь пишу, что во время концертов, когда делать после концертов нечего, то приходится много размышлять, гулять по городу и ночью записывать то, что тебе пришло в голову. Вот, пожалуйста. Город Свердловск. 20-го, 8-го, 82-го. В полу мертвый, серый, дождливый, мерзкий, тяжелый, проклятый. Да еще путь сюда, не дай бог. В Домодедово столпотворение, как в атомную войну. Спас всем интуристе, пустили девочки. Выспался на холодном диване. Сел в самолет и сюда. Завтра первый концерт. Боюсь застрять здесь и не попасть вовремя в Москву, чтобы встретить сына из Артека. 19-го, 10-го, 83-го. Город Гомель. В гостинице утром завтракал в буфете. А вечером после концерта беседовал с девицей из Ленинграда, которая находится здесь в командировке. Где работаете, спрашиваю. Это секрет. Я говорю, да ладно, какие сейчас секреты? Призналась, что работает на военном заводе, да еще секретарь комсомольческой организации цеха и депутат райсовета. Ух ты, какая девочка. А что делаете? Мой второй вопрос. Это точно секрет. Потом подумала, ну да ладно. И радостно, радостно дальше. Вот если где бьется самолет, это из-за нас. Да как же это, спрашиваю. А мы выпускаем приборы для самолетов в конце квартала, когда гоним план, аж самим страшно. ОТК не принимает, мы им ставим бутылочку, коньячок, и они подписывают все. Это значит, что теоретически каждые три месяца может потерпеть аварию какой-нибудь самолет. И в этом радостно признается комсомольский секретарь и депутат. Фантастика. И дальше страшнее и омерзительнее нашей страны сейчас ничего нет. И причина тут только в одном. Страной правят такие же безнравственные люди и законы, какие правят внутри любого преступного сообщества или лагеря строгого режима. Где власть поделена между матерыми уголовниками и так называемыми силовиками. И где такое положение полностью устраивает обе стороны. А история с корейским самолетом настолько чудовищна, что нам никогда за нее полностью не расколебаться. Чего бы они не плели сейчас. Да, еще одна насмешка судьбы. Меня поселили в тот же номер, где пять лет назад умер от обширного инфаркта Влад Дворжецкий. Великолепный актер, мой хороший приятель. Который после первого инфаркта вынужден был ехать на такие же концерты, чтобы заработать на первый взнос в кооперативную квартиру. Это великий актер. Я знаю, конечно. Гениально по Бургакову. Хлудов. Да, Хлудов. За одного Хлудова он должен был. Уже Оскар, там бы деньги было. Я хочу сказать, что ведь страшно другое. Страшно, что ничего не меняется. И когда вы сказали, что... Нет, что-то меняется. Что-то... Да нет, я говорю по, как сказать, концептуально. Ничего не меняется. И когда вы говорите, что сейчас свободно... Свободно. Да, есть технический интернет. Да, мы можем сказать все, что угодно. Но это не влияет на 148 миллионов. Понимаете, в чем дело? Вы знаете, это не за... Это... Вы хотите все сразу. Вот вся беда молодых людей, которые... Но вы же тоже были молодой. Да, да. Потом мне кажется, что вы, кстати, моложе всех. У вас энергии стоит. Нет, я тоже хотел сразу все, но я потом понял... Много же получили все-таки. Я понял все-таки, что сразу ничего не получишь. И это самое... Прочитайте книжку, вы поймете, что я получил, что я не получил. Вот. Но дело в том, что на самом деле, это поразительно, что мы обречены жить хорошо. Как страшно сказать. Да, да, да. Мы обречены жить хорошо. Хорошо. С какой даты? Или мы уже? Нет, я повторяю. Я не жалуюсь. Я не жалуюсь. Я не жалуюсь. Я говорю, что фраза, замечательная фраза Бродского говорит, что все наместники ворюги, но ворюгам не милее, чем кровопийцы. Мы будем жить прекрасно до тех пор, пока ворюги не станут кровопийцами. Вот если им достаточно денег, которые наворовали, миллиардов и сотен миллиардов, это замечательно. Вот я недавно, кстати, видел, а сегодня я в интернете смотрел две замечательные картинки, я пропустил. Только так, чтобы мы сейчас ничего не вырезали. Это когда зеленой краской красят землю в каком-то городе, куда должен приехать наш. Тихо, тихо, тихо. А, признает, ладно. Не, 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 не важно, кто. Вот. Зеленая краска. Зеленая, уже травка. Травка. Зеленая, чтобы были эти... Ой, идиоты. Вот. Назвали это гидропосев. Гидропосев? Да, это... Это что-то как Лысенко, да? Отдыхает, Лысенко отдыхает. Но при чем здесь зеленая краска, я не понимаю. И второй... Травка, травка, травка. И второй сюжет мне безумно понравится, как миллиардер Александр Лебедев, олигарх... Он кому-то морду бил еще. Да, ударил, ударил по лицу Полонского. Причем по физиономии Полонского видно, что он обокрал всех своих этих самых... Мирокс, Мирокс, когда он обозротил. Я даже не знаю, о чем вы говорите, может быть, я тут не при чем. Обокротил Мирокс. Да. И я не помню от чего, но он сказал, что я бы вам в морду дал, это Лебедев. Лебедев встал и дал ему в морду. Да. Не надо болтать лишнего. Да, понятно. Слова надо... Нет, я вообще хочу сказать, что я не знаю, кто кого, потому что если бы я следил за всем вот этим, я бы просто спихнулся. Я читаю Томаса Мана. Убас. Мне примерно понятно, что происходит. Замечательно. Вот. И это так сложно. Это же... Потом это же можно здоровье потерять, если знать вот это. Джойса, да. Нет, а действительно можно здоровье потерять, если вот это все изучать, кто кого. Изучать не надо. Но иногда надо поглядывать, посмотреть. Нет, я что-то слышал, что кто-то с кем-то дрался. Да, да, да. Замечательно. Но тем не менее, все равно, тем не менее, страшно другое. Что такое кровопийцы? Кровопийцы не только кто-то, кто берет из вены кровь или из пальчика, да? Нет. Кровопийцы – это тот, кто в том числе губит человека духовно, морально, кто из него делает дрянь, кто вынуждает его жить как свинью и так далее, и так далее. Это тоже кровопийцы, но нельзя же об этом забывать. И мы немножко, мы немножко, мы как Мандрештам, как правильно он сказал, мы живем под собой ничего из страны. Потому что действительно, был 13-й год, потом 17-й. Сейчас вроде бы… Сейчас опять будет 13-й. Сейчас уже неплохо нефть, потому что благодаря нефти мы качаем, качаем доллар, все. А потом вдруг неожиданно, и поэтому я бы не строил иллюзии. Нет, потом начнется вода, неиссякаемая вода. Лес. Если только не взорвут комбинат по… Что? Ну вы только адрес не надо… В 100 километрах от Байкала. Ну вы еще адрес назовете. Еще в советское время поставили… Это известное, да, не секретное? Да, поставили комбинат по утилизации ядерных отходов. И там сейчас тысячи, сотни тысяч тонн. Они же на этом громадные деньги заработают. Да, завозят из земли. Да, но достаточно одного прямого попадания. Так, ну зачем мы сейчас… 239 тысяч кубических километров воды, самой чистой в мире, не будет. Да, да, понятно. А это подороже нефти будет. Подороже нефти, да. Значит, слабо бог, что нас террористы не смотрят. Да. Наша публика, нашего канала, она вообще фантастически интеллигентная. Фантастически интеллигентная. Очень много, уже давно. Что? На него точат зубы со всех сторон. Серьезно? Да, конечно, конечно. Вот как… Я, кстати, счастливый человек, я ничего не знаю. Ну, так вы читайте их Томаса Манна. И все. И тогда… А что тогда вам не нравится? Мне не… Да. Да вот что мне не нравится. Мне… А что вам не нравится тогда? Архитектуры нет. Что? Архитектуры. Посмотрите на сталинские дома и… Так уже… Так уже сейчас ведь сносят не то, что 19-е уже… Они говорят такой, то ли анекдот, то ли правда, но говорят, что это правда, что Сталин пошел осматривать, посмотрел на… И коротко сказал, шпел. Все, в машину уехал. Что? Как он сказал? Шпиль. Или шпиль. Или шпиль. И они долго гадали, что… Интонацию убрать, поставить, надстроить, что делать? На всякий случай они везде поставили шпиль. Со звездами. Ну, нет. А говорят, что он очень боялся, не любил кипарисы. И пирамидальные тополя, потому что они ему почему-то напоминали вот эти головные уборы монахов, а монахи ему напоминали о смерти. Вот почему-то у него была такая истерика, вызывали эти деревья. Это уже всякие фрейдистские вещи. Но я хочу вот еще о чем поговорить. Мы понимаем, в какой стране живем. Мы понимаем, что будет там дальше. Чуть по-разному. То есть есть как бы… Хотите, я прочитаю вам, в какой мы стране живем? Самое нежное стихотворение у меня. Только чтобы я продолжил вести потом передачу. Говорите, говорите. Нет, я не в этом смысле, чтобы потом… А, ну а куда же вы денетесь, Господи? Нет, ну так. Вы прочитаете… Повторяю, никому, никого сейчас слова не волнуют. Можно говорить. Это вы так думаете. Да, нет. У нас есть люди, которые очень внимательны к словам. Вот, и уже стали проявлять уважение к пишущим людям. То есть за ними уже следят. А как же, конечно. Нет, ну следите… Последние 15-10 лет абсолютно было наплевательское отношение к пишущим людям. Плевать. Раньше Олеша выходил, за ним слежка шла. Да, да, да. И он себя чувствовал человеком. Ну вот я… Сейчас никто… Я напишу что-нибудь такое, знаете, коммерсант власти. Черт из два. Плевать все хотели на меня. Выходишь из дома, смотришь, где слежка. Никого нет. Вот мой совет насчет, как надо жить в России. В России надо… Долго. Долго жить. Жить. И как-то умудриться все время понемножку пить, но все-таки не спить. И предпочтительнее врать, а также постараться тихонько где-то воровать, но не проворовать. Не проворовать, правильно. В России лучше бы молчать. А если уж приспичит, то просто громко закричать по волчьи или птичьи. А правда, ну и к свиньям, будь вечно пьяным, сытым, воруй и ври, и к ста годам ты станешь знаменитым. Прелесть какая. Вы опасный человек. Вы же вообще, я вам хочу сказать, карбонарий. Как не опасный? Вы карбонарий. Нет, не в кое-что. Вы же почему? Я повторяю. Вас даже на мой спинь не пускали в свое время долгие годы. Это по глупости, по моей глупости. Ну как? Я, повторяю, я самый счастливый человек. Но любили все в СССР. Нет, не в этом дело. Ну как, красавец такой, что я не знаю. Не в этом дело. Совсем не в этом. Я счастливый человек от рождения просто. А счастье – это всего лишь энергия. Да, нет, энергия колоссальная. Я, кстати, в этом поражаюсь. Как бы все... Вот еще по поводу энергии. Объясните мне. У вас замечательный такой манер, стиль в живописи, да? Такой энергетический реализм. Да, вот это одна из моих работ. Чуть-чуть ближе на себя так. Да, да, да. На себя, ближе к себе. Да, вот так, да. Это называется аллегория в стиле 18 века «пустая клетка». Это аллегория на советских людей, которые не могут жить на свободе. Что они-то стремятся туда, рвутся обратно. Все рвут, оттуда летят. Как сейчас, как сейчас. Оттуда летят, да-да-да. Все рвутся в клетку. Прелесть какая. Ну так, послушайте. Вот я знаю, что клетку еще можно изобразить, тем более человеку, который жил в СССР. Но вы потрясающе изображаете стеклянные сосуды. Это же очень сложно. Нет, это не сложно. Почему не сложно? Сложно, говорят все художники. Русский человек. У меня бутылки и книжки. Русский человек больше всех пьет. Пьет и читает, да. Ну, читал, по крайней мере. Нет, и читает. Читает? У меня рядом три книжных магазина. Я настолько счастлив, когда захожу туда, поражаюсь. В магазинах читают? Несмертное количество молодых людей. А что они по-будшему конкретно читают? Все, они читают. Как добиться успеха? Они все читают. Ну, я же тоже хожу в книжные. Нет, нет. А все такие результаты. Почему молодые люди стали слушать не, значит, там, Барлен Дитрих, Сару Монтьель и Лолиту Торос? Они слушают там, как это, Леди Гадости. В наше время, в мое время, о котором я пишу, у нас была потрясающая поговорка, которая, я считаю, до сих пор, она вечная. Молодежь всегда права. Права, да. Так вот, не лезьте в жизнь молодежи. Молодежь живет своей жизнью. Потому что через 30 лет она будет говорить, вы щенки несчастные, вы ничтожество, вот мы были, мы дубы, а вы пни, или вы ничто, вы ничто, да? Так же, как про нас говорили, как про них говорили. У Сократа есть фраза, сейчас какие пошли дети, отвратительные. И все, все, что сейчас говорят про детей, они все говорят. В каждом поколении своя культура, своя субкультура. Все правильно, все правильно. В мое поколение было... А культурой, в мое время был маленький процент стиляк. Ничто. Я, кстати, сегодня вырядился, я все, что мог из шкафов, вот все, что мог. Ну, вот, в 55-м году я учился в 9-м классе, и у нас в Алма-Ате начался стиль. Я тоже. Я начался стиль. Денег у меня не было, но я все-таки сделал себе самые узкие брюки, я сделал себе громадный хохохол, сделал, да. И руки. Купил какой-то пиджак, купил куртку, куртку. Где-то самые... А цвет какой был? Светлая такая куртка. То есть стиляга. Но настоящие стиляги ходили у нас... У нас Брод был, Бродвей, у нас был улица Калинина, проспект Калинина. Ну, как Калинин, то Калининский у нас же. Везде был проспект Калинина. Ну, везде. У нас был... Ну, ладно, неважно. Короче, и там стиляг боялись трогать менты и комсомольцы, потому что они все были дети... Гебухи. ГГБ. Да, правда, да. И они ходили, они наглели как... И я считаю, не только я считаю, я считаю, что первый, самый страшный удар по советской власти... Да, дети. ...это произвели стиляги. Потому что их нельзя было тогда... Чем с 50-х годов, да? 55-й. 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 56-й. Уже там съезд. Уже был фестиваль. Да, фестиваль 57-й. 56-й год. 56-й, да? 56-й год. Ну, еще при съезде... Нет, 56-й съезд, 57-й фестиваль, когда негры стали появляться. Да, да, да. Потом по итогам. Ну, вот 57-й год, это уже был конец советской власти. Внутри просто. Внутри, да. И уже все. Потому что открылось... У каких-то людей... Эстетика открылась. И, как Леша Бродский говорил, джазмен, да. Мой друг, 54-го года, джазмен. Он был фантастический стиляга. Тарковский был стиляга. Еще были какие-то... Курточки всегда такие, шашарки. Так вот, кашнер. Володя Березкин, мой старый приятель, старый, у которого живет сейчас в Париже, он был самый мой. Он говорил, я не 60-ник, я 50-ник, он говорил. Вот. И он был прав. Вот он был маленький, худенький, гениально танцевал, и до сих пор танцует буги-вуги. Лучше его никто не танцует. Вы заразительно как-то рассказываете. Так вот, его боялись комсомольцы. Он мог так посмотреть, цыкнуть, и они все от него уходили. Энергия, энергия колоссальная. Это тоже... Это роль личности, кстати. И мало того, и за собой, он за собой нес свою правду. Понимаете, вы плебеи, а я нет. Я видел, как он дерется. Он дрался потрясающе. Просто потрясающе. Вот такой маленький, худенький. Я вам хочу сказать, я так восхищаюсь, завидую энергией вот этого поколения, поколения, которое, в общем-то, впервые за 30-40 лет до этого вздохнуло полной грудью, и у них была такая потрясающая радость, где-то, в общем, не богатый раз, от жизни. Мы попали же под несколько переделок. Я учился очень смешно в 10-м классе. Наш историк всегда нас перегонял на месяц вперед. Он любил вперед. Мы только выучили роль Сталина в гражданской войне, и вдруг приходит приказ, роль Сталина не изучать. Не изучать. Он дальше изучает коллективизацию. Дальше приходит приказ, когда мужик получили пятерки. Не изучать. 19-й съезд, война, роль Сталина не изучать. А потом в один день приходит и говорит, так, ребята, значит, сейчас забыли про все, что вы как забыли. Это был страшный удар по мозгам, но не по моим, потому что я в 12 лет, мне повезло, я включил и поймал голос Америки. Ах, вот все-таки правильно запрещали влияние. Вот откуда все пошло, развал-то. Западное влияние. В 1953 году, в холодное лето, в 1953, я ехал один через всю Сибирь, и весь поезд был вот в этих самых... В взяках, которые еще не возвращались? Нет, они возвращались нормально. Постепенно, да. Но они терроризировали, на моих глазах, вокзал в Новосибирске, вокзал в Омске. Ни одного военного, ни одного милиционера не было. Ни одного. Они что хотели, то и делали. Вот это было на моих глазах. То есть, вот эта сторона фактически, она поразительна. С одной стороны, тоталитаризм, и все пронизывает контроль. А с другой стороны, фантастическая бесконтрольность. И при этом полная свобода. Вот, когда я попал первый раз в Америку, я испугался. Что такое? Вроде все можно, а потом... А почему нельзя? Какой-то какой-то... Как же? Правила, правила. А как же? И следят. Так вот, я повторяю. Мы живем в самой свободной... То есть, мы пришли к тому, что вы махровый патриот, я вам доложу. Я махровый патриот, а... А я вельветовый. Вы махровый, а я вельветовый. Я не стыжусь этого, но просто я хочу сказать о том, что я анархист. Ой. Ну, в смысле... Как Бакунин и кто там был? Нет, я просто... Я не анархист, а мне нравится анархия вообще. Мать порядка. Да, мать порядка, да. Потому что это настоящий рынок. Анархия, это... Ну, это конкуренция. Это действительно более чем свободная конкуренция. Конечно, конечно. Ну, что же... Но самое страшное, конечно, это... Извините, а в советское время, когда я ездил на съемки в ГДР, меня пускали только тогда, когда было им нужно. Ну, конечно. Когда я хотел поехать в Польшу, меня не пустили. Когда я поехал... Причем в самые такие простые страны. Но когда им нужно? Там у Десантиса снимались, когда им было нужно. Нет, тогда это им было нужно, да. Но и мне было нужно. И Десантису было нужно. Но я говорю про другое. Я приезжал в ГДР. За съемочный день я расписывался за 800 марок. Получал 60 марок. А как же, да? Но эти 60 марок были ровно в 5 раз больше того, что я зарабатывал... На Мосфильме. На Мосфильме. И я вынужден вот эту денежную теме прервать, потому что наше время зашкалило. Я очень рад, что сегодня у нас в гостях был Лев Прыгунов. Блистательный, очень красивый актер, художник. Не преувеличивай только. Художник, не преувеличиваю поэт. И, простите, патриот-антисоветчик. А потому мой друг. И на этом наша программа на сегодня окончена. Поэзия судьбы. И я, Евгений Паносенко, с вами прощаюсь. И мы скоро вновь увидимся. Субтитры подогнал «Симон»